Девушки отдыхают И пусть Евгений Петросян И все-все-все К вам не присядут на диван Но все-все-все Со всей окрытою душой Сейчас для вас покажут шоу Надеюсь на успех большой Дамы и господа Евгений Петросян Спасибо, спасибо большое Мамонты смеяться не умели И ушли в забытые года Может быть нам дружно в самом деле Посмеяться стоит иногда От того, что день сегодня хмурый От того, что рано выпал снег От нескладно сложенной фигуры Да и пусть Ты улыбайся, человек Смейся над собою и соседом Смейся надо мною, коль смешон Смейся над тревогами Над бредом На душе вдруг станет хорошо Как-то я прочитал у Карнеги Что следующий день Надо начинать с улыбки И вот всю первую половину дня Ходил и всем старательно улыбался В перерыве ко мне подошел начальник И пригрозил В следующий раз Накуренный на работу Придешь уволен А бывает, что сама жизнь Шутит над тобой Такое тоже бывает Один человек хотел Полететь на самолете Из Магадана В Якутск Оказалось, что есть только рейс С пересадкой в Москве Он полетел этим зигзагом Но когда подлетал к Якутску Из-за непогоды Самолет посадили в Магадане Вот так бывает Тот, кто любит улыбаться Просто молодец Неприятности бояться Радостных сердец Так давайте чаще будем от души шутить Улыбающимся людям Легче, проще жить В эфире Петросян Шоу Пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня пятница у нас Все будут веселиться И ждет нас вечером коллапс На улицах столицы Стоят машинки, а у них Мужчинки сидят и клянут, что-то мать Потому что пешком три минуты А в машине до ночи стоять Сколько же денег потратить нам нужно Чтобы пробки в Москве рассосать АПЛОДИСМЕНТЫ Что говорит навигатор? Внимание! Через 200 метров поверните направо Он уже полчаса это говорит Не ори на меня, я не твоя жена А ну-ка заткнулась, овца! Только я имею право орать на моего мужа Адамцы слышу Вот, первый раз я с вами согласен Откуда у людей деньги? Понакупали машин Милый, я хочу, чтоб ты бросил свою кикимру Мы бы тогда поженились и наделали бы кучу детишек Ага, давай прямо здесь и наделаем Прямо тут их и вырастим Отсюда в школу поведем Будут дети пробки АПЛОДИСМЕНТЫ Я купил себе спортивный автомобиль Чтобы ехать, а не стоять Но почему весь город стоит? Утром стоит Вечером стоит В пятницу стоит В воскресенье тоже стоит Кто каждый день кормит Москву Виагрой, а? АПЛОДИСМЕНТЫ Зачем ты сюда свернул? Ну, навигатор сказала свернуть Я свернул Ты не должен слушать всяких мерзких баб Да? Ну, тебя-то я слушаю Чувак Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Жена звонит Алло Любимая Я сегодня работаю над диссертацией Поэтому задержусь немножко Да, часика на два А может быть на три А может быть до утра буду писать Да, в общем буду писать Пока чернила не закончатся Так что не жди сегодня меня Какой ты у меня страстный Какой романтичный Да, я такой Помнишь, в прошлую пятницу У тебя дома писали диссертацию Пока у меня чернила не закончились Помню Это были лучшие три минуты В моей жизни Беляшик горячий Пиво холодное Самса Черчелла Пахлава Газетки в дорожку Кроссвордики Сканвордики Судоку Чувак Окно открой Я говорю Кроссвордики Сканвордики Судоку Мужчина, пивка в дорожку не желаете? Извините, ну какое пиво, молодой человек? Вы что не видите, что я еду за рулем? Ну, во-первых, не едете, а стоите И не стоите, а сидите И вообще, сегодня пятница Когда поедете, пиво уже выветрится Антистресс, антистресс, всего 500 рублей 500 рублей, антистресс Антистресс, всего 500 рублей Простите, молодой человек, а что за антистресс вы предлагаете? За 500 рублей вы можете на меня поорать Будьте любезны, подойдите, пожалуйста, с другой стороны Чуть пониже Сволочи, достали уже Два часа не могу никуда доехать Два часа Они понакупили машин Еще жалуются, что денег нет Гады, сволочи, уроды Гораздо легче Спасибо большое Обращайтесь Обязательно Антистресс, всего 500 рублей Антистресс, 500 рублей Зачем он ему деньги дал? Ну это такая услуга Он на него поорал и дал ему за это денег Хорошо, что я на тебя бесплатно ору Столько денег сэкономила Ну, милая, за 15 лет нашей совместной жизни Ты мне должна 15 миллионов Ну я устала, я не могу больше здесь сидеть Не переживай, малышка, я для тебя все сделаю Мне душно Я подуй на тебя Я хочу водичку Я принесу Бутербродик Я порежу Но мне нужно в туалет Я схожу за тебя Памперсы, памперсы для детей и взрослых Кроссвордики, сканвордики Беляши горячие, пиво холодное Сам Сачо Недурога, довезу за полцени без пробок Как же ты меня довезешь без пробок, землячок? Легко Оригинально Куда едем? В соседнюю пробку Музыку включить? Конечно О-о-о-о, зеленоглазый такси Включи, что ли, радио какое? Добрый вечер В эфире подорожное радио Начинаем упражнение для тех, кто стоит в пробке Выйдите из машины Раз, два Протрите стекла Три, четыре Нагнулись, посмотрели под машину Раз, два Посмотрели под соседнюю машину Три, четыре Потянулись вперед Посмотрели, где конец пробки Раз, два, три, четыре Выдохнули Подняли руки вверх И обреченно опустили вниз с криком Да ну нафиг! Да ну нафиг! А сейчас для тех, кто еще стоит Звучит эта веселая песня А я иду, шагаю по Москве Я бросил в пробке Мерседес Не буду ехать за рулем К чему мне этот стресс? У всех водил сирепое лицо Им так не повезло И здесь стоит садовое кольцо И МКАД стоит не третье кольцо Но не стоит метро Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Я как минимум три раза обидю. Что вы такое несёшь? Ну я больше не могу ждать. Не переживай, не переживай, скоро поедем. Я вся горю. Поехали ко мне. Я сделаю всё, что ты захочешь. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Пельмени! Пельмени! Жена на час. Вот, тысяча рублей. Простите, девушка, а что это означает? Жена на час. Скрашу ваше одиночество в пробке. А, да? Очень мило. Присаживайтесь, меня устраивайте. Благодарю. Спасибо. Даже вот так. Это не надо. Надо, надо. Благодарю. Мало ли что. Ну, начнём? Начнём. Ну чё? Да, ездился? А я тебе говорил, выезжай на метро. Я ж тебе сказала, езжай на метро. Нет, мы в машине поедем. Ничего, далеко уехал, а? Вот ты никогда меня не слушаешь. Вот вы все мужики такие. Подождите, подождите, девушка, вы сказали, вы сказали, что скрасите моё одиночество. Не-не, я сказала, жена на час. Продолжим? Ты зачем сюда повернула, а? Зачем я тебя спрашиваю? Я тебе чё сказала? Поворачивай направо. Ты давай, кондиционер, выключи мне, и я дует. Так, форточку открой мне душно. Ты мне всю нерву уже измотал, сволочь такая. Ну хватит. Спасибо, что хватит, всё. Знаете что, идите отсюда, идите, безобразие. С ума можно сойти, честное слово. Одни нервы. Лиша, не возьмите. Спасибо, до свидания. Жена на час. Тысяча рублей. Жена на час. Тысяча рублей. Антистресс, антистресс, антистресс. Молодой человек, будьте любезны. С ума можно сойти. Безобразие. За бензин плати, за пробки плати, за нервы плати, а не тротуар расширяй, а дороги сужают. А надо наоборот, дороги расширять, а тротуары вообще убрать. Кто так строит? Безобразие. Достали, задолбали. Спасибо, гораздо легче. Прошу вас. Обращайтесь. Антистресс, 500 рублей. Антистресс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 За маму. Слушай, ты мне уже все нервы измотал со своей мамой. Ах, мамочка, мама, мамочка, да. Тихо, мам звонит. А зачем я в полюшке подключала, в полюшке, мамочка? Алло, мама, это ты, ты приехала? Что? Мама опоздала на поезд. Ах, мамочка, на садочках каталась я, есть тема, ля-ля-ля-ля. Ну что, порадуешься? Мам приедет завтра, в это же время, поедем встречать. Ну тогда давай здесь уже и переночуем. Друзья, а пойдемте лучше все по домам. А как же машины? А завтра утром достоим. Затихает Москва, стоясь синими дали. Впереди поворотник облечут лучи. Вечно в пробках стоять вы еще не устали. Дорогие мои москвичи. Ну что сказать вам, москвичи, мы попали. Столько машин мы напокупали. Заколевали. А дорогие москвичи, пейте лодку. Лодка изубавит от пробок вас. Ну что сказать вам, москвичи, не скучайте. Вы на работу, ночью езжайте, маму встречайте. Дорогие москвичи, сидите дома. А лучше ходите. Всегда пришел. Нередко в нашем шоу выступают артисты цирка. Алексей Чайников вырос в цирковой семье. В детстве, как и многие мальчишки, мечтал стать космонавтом. Но цирк перевесил. С этим номером, который вы сейчас увидите, он выступал во всех лучших варьете Европы. Сейчас вообще все артисты оригинального жанра разбрелись по всей Европе. И даже в Америке они гастролируют. Поэтому мы редко их видим. А сейчас Алексей Чайников приехал к нам с вами. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 моих, ну, в общем, всех. На вас решили проверить это ноу-хау. На... На мне? На вашем предприятии. А, на моем предприятии. Да, вот электронный мобильный анализатор. А, понял. Это анализы надо сдавать, да? Нет, не надо ничего сдавать. Электронный мобильный анализатор, сокращенно ЭММА. ЭММА. То есть, я так понимаю, что вот эта ЭММА, она понимает, кто врет, кто нет. Да. Вот видите? И очень точно. Давай смотри. Давайте проверим. Вот, пожалуйста. Работает. Для начала попробуйте сказать какую-то очевидную ложь. Я. Ну, не я же. А, то есть, я должен сбрехать, а ЭММА поймёт, да? Ну, да, где-то так, да. Ага. Сейчас, 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 сейчас. А, как интересно. Молодцы наши учёные. А, о. Я похож на крокодила. А почему ЭММА молчит? Да потому что... Ну-ка повернитесь в профиль. Тут нужна явная ложь. То-то есть, это... О-о-о-о, интересно. Хорошо, давайте явную... О, Господи, фу. У моей жены грудь восьмого размера. Работает. Ну, ты смотри, работает, а! На самом деле у неё первого. Нулевого? Ух ты! Ты смотри, чаще дома бывать надо, а! Ай да наши учёные! Ай да наше министерство! Мы всегда с радостью выполняем ваши указания. Стараемся выполнять. Зина! Зина! Здравствуйте! Ой, Николай Петрович! Шикарно выглядите! Зина, это наша лучшая сотрудница. Одна из лучших. Ну, конечно, глуповато немного. Дура полная. Надеюсь, на работе это не отражается? Нет. Зина, ты отправила факсы нашим зарубежным партнёрам в Химки. Ну, обижаете, Николай Петрович? С самого утра только этим и занимаюсь. Ну, даже ногти докрасить не успела. Да что это у вас всё время пипикает? Это пипикает Эмма. Такой аппарат, который принёс к нам господин заместитель министра. Если кто-то врёт, он пипикает. О, замминистра пипикает? Аппарат! Извиняюсь. Аппарат пипикает. Ой, как здорово! Давайте его проверим. Так, Зина. Давайте. Итак, наш начальник Лапочка. Его все обожают. Он самый умный. Он идиот. Какая умная Эмма. Да нет, господин заместитель министра. Зина шутит. А она никто хотела сказать. Он лучше всех врёт. Нет, 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 нет. Я честный человек. Ну, почти. Зато я не ворую. Всё, Зина. Теперь, когда у нас есть эта Эмма, мы говорить должны только правду. Правду. И даже насчёт того, чем мы с вами занимаемся во время работы. Мы с Зиной усердно готовим отчёт. К вечеру закончим. Сегодня вечером я не могу. Почему? Ну, я обещала вашему заму разобрать бумаги. Я просто обещала вашему заму. Вот ты, Зина, и с... Смойся с глаз моих. Ой, ты уходишь. Ах, чёрт. Там к вам прораб. Трезвый. А я на работе всегда трезвый. Валера. А я не понял. Где кирпич, который выписали на ремонт всех, а? Что? Что? Да, господин заместитель министра, у нас проблем с кирпичом нет. О! У вас-то, конечно, проблем нет. Я вам три машины на дачу отправил кирпича. Вы там чего себе вообще? Дворец, что ли, устроите? Я попрошу пояснить. Насчёт борца? Насчёт кирпича. Какое-то недоразумение. Самосвалы, наверное, перепутали маршруты. Больше этого не повторится. Бери ноги, бегемот. А я не понял, хризантема. Ты чё, сюда уборщица, что ли, устроилась, а? Я бабу Нину подменяю. Она рожать поехала. От кого? Это не я. И не я. Я объясню. Баба Нина, она когда... Жена звонит. Алло. О, Господи. Здравствуй, дорогая. И я очень рад тебя слышать. Годовщина свадьбы? Конечно, помню. Это для меня самый счастливый день на свете. Кто пищит? Да Эмма пищит. Нет, клянусь, я тебе никогда не изменял. Клянусь. И я тебя очень люблю. И маму твою люблю. И родственников твоих всех обожаю. У меня аж от этих ваших пип уже голова разрывается. Да чё вы всё мучаетесь из какой-то пескухи? Почините её и делов-то. Что вы наделали? Эмма бы же была в единственном экземпляре. Ай-яй-яй, какое горе. Ай-яй-яй, какое горе. Министр. Да, господин министр. Да. Дело в том, что Эмма сломалась. Нет-нет-нет, сама сломалась. Что? И я вас поздравляю. Спасибо. Да. Хорошо. Нет-нет-нет, никто не узнает. Нет-нет-нет. Хорошо. Хорошо, хорошо Хорошо, хорошо Хорошо, все будет хорошо Все будет хорошо, мы это знаем, знаем Потому что мы детекторы лжи В нашем министерстве уважаем Да И не ломаем Хорошо, все будет хорошо Все будет хорошо, я это знаю, знаю Хорошо, все будет хорошо Почетую я деткам забуляю Ой, забуляю Труба! Как вы понимаете, проблемы преклонного возраста меня стали интересовать И вообще, что такое старость? Вот у меня здесь четко написано Это тот период в жизни, когда ты еще видишь в женщинах молодых козочек Они в тебе видят Что-то здесь плохо видно Они в тебе видят Сейчас разберемся Старого деятеля искусств А я вам так скажу Старость, это когда ты нагибаешься Для того, чтобы зашнуровать ботинки И там уже думаешь Что бы здесь внизу заодно сделать Я помню, в ранней молодости считал сорокалетних женщин старыми тетками А сейчас честно скажу Девочки, извините меня, пожалуйста Виноват Чем меньше ты думаешь о старости Тем позже она к тебе придет Ну, это единственный способ, как говорят Жить долго А если пришла старость Запри ее в чулане А сам отправляйся путешествовать Вон люди на Западе путешествуют же И наш пенсионер тоже должен поехать путешествовать Правда, он на свою пенсию Я затрудняюсь, куда он уедет Но все-таки приспосабливаются люди Да, я видел одного такого приспособившегося человека Он рассказывал И я, когда путешествую Я, на всякий случай, в карбан кладу записочку с адресом С адресом, на всякий случай Ну, если я не в том состоянии Вот записочки Я говорю, что же вы там пишете? Ну, как адрес? Куда доставить? Париж, бульвар, Монмарто Я говорю, какая чушь Вы же живете в Мытище Он говорит, правильно Но два раза уже побывал в Париже Браво, милый старичок Браво Говорят, что детство уходит по-английски Не прощаясь А маразм и сколероз приходят, не поздоровавшись Поэтому в старости люди больше читают Учат стихи Некоторые даже тренируют свое чувство юмора Да Это тоже помогает мыслить как-то логически У меня даже есть такие выкладки, упражнения Есть люди натренированные в этом направлении Я видел одну такую натренированную бабушку Она стояла почему-то в маршрутке У нее что-то выпало из торбочки Или сама торбочка выпала Но водитель тут же пошутил Что упало, все мое Она ему тут же, не задумываясь, ответила Ты едь себе дальше Спокойненько А то вот я сейчас упаду и буду вся твоя Или вот в аптеке одну такую бабушку я встретил Мужик с пропитым голосом попросил аптекаршу Мне семь настоек боярышника И семь контрацептивов Стоящая сзади бабушка прокомментировала Живут же люди, а Сколько обаяния у наших дедулек и бабулек На вокзале одна кличет Насильник Насильник Бабушка, я не насильник, я насильщик А все равно потаскун Еще одного старичка я хорошо запомнил Он долго смотрел, как пара молодая Танцевала Летку-Енку Ну вы помните Летку-Енку? Там-там-там-там-там Они друг за дружкой Там, 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 там. И вот так минут 10 они. Вот смотрел, смотрел, потом сказал, мне кажется, они пока не прилягут, у них ничего не получится. Вот у меня есть примеры и со знаком минус, да. Ехал в маршрутке, попали в пробку. Один дедуля предложил водителю, «А давайте я вам покажу, как эту пробку кратчайшим путем дворами объехать». Ну, все обрадовались. Дед действительно показал кратчайший путь дворами и сошел у своего подъезда. А мы потом два часа дворами задом наперед. Выбирай. Еще один со знаком минус пример. Зима была лютая, кстати. Автобус не отапливался. Были такие несколько лет назад в Москве. Сижу, дрожу. Пустой автобус, остановка. Зашла бабуся. Знаете, как бабу-югу рисовали в мультфильмах? Такой большой нос, выпученные глаза. На голове белая мочалка. Увидела меня, пошла на меня. Жутко мне стало. Она идет. Сынок, уступи место. Я говорю, бабулечка, пустой автобус. Садитесь куда хотите. А твое-то нагретое. Вот такие старички-боровички у нас. Дай бог им здоровья. Бабушка села в автобус дальнего следования. Попросила водителя. Милок, скажешь, когда будет решетиловка? Конечно, бабусь, скажу. Ну, поехали. Два часа проехали. Она напоминает. Скоро ли решетиловка? Да скоро, скоро, сказал раздраженный водитель, потому что проехал решетиловку. Забыл про просьбу. Но он был добрым, справедливым человеком. Развернулся и попилил обратно 40 километров. Все, приехали. Ну, выходи. Вот твоя расшетиловка. Мне не надо здесь выходить. Мне просто дочка велела на этой остановке выпить эту таблетку. Бабушки у нас зажигают. Но хочу заметить при всем при том, в этом возрасте людям очень непросто приспособиться вот к современным этим новшествам жизни. Особенно к электронике. Банкомат находился на улице. Банк на первом этаже. В здание вбежал человек и закричал. «Караул! Все на улицу! Там кошмар! Что такое? Там ваш банкомат душит бабусю!» Оказалось, что бабусе кредитку подарила дочка. И чтобы она ее не потеряла, повесила ей на шее, на цепочку. Ее и засосала. Ну, хорошо, хорошо. Разговор разворачивается наш об этом непростом возрасте. Но хочу заметить молодым. Не нужно смеяться над старостью. Потому что она злопамятна. Доживете, поймете, о чем я говорю. Дай Бог, чтобы дожили. Над этой темой имеют право смеяться только старики. Вот, например, я. Кстати, недавно я почувствовал себя моложе молодого. Потому что помогал перейти дорогу не бабушке, а молодому человеку, который в это время чатился по смартфону. Он, значит, чатится, а я его перевожу, перевожу. Вот такое тоже бывает. Действительно, всякое бывает. Внучок, чем занимаешься? В Инстаграм сижу, бабуль. Тебе этого не понять? А чё это не понять? Он у тебя в подписчиках. Ляля, сладкая красотка, это я. Всякое бывает. Нужно помогать старикам ориентироваться. Я считаю, что это долг молодых. Ведь они, когда вы были детьми, объясняли вам, как устроен мир, терпеливо объясняли, вы не сразу могли это понять. Пора отдавать долги. Тоже их ориентировать на компьютерах этих ваших. Деда, а как вы в вашей глухой деревне жили без компьютеров, без интернета, без ВКонтакте, одноклассников? Дед задумался. Ну, чё ты молчишь, дед, расскажи. Ой, сеновалов был много. А там тебе и ВКонтакты, и одноклассницы. Такое сообразительное, находчивое поколение. У нас бабуля из соседнего дома дорогу всегда на красный свет перебегала. Её гаишники сто раз останавливали. Вы что, гражданочка, на машину кидаетесь? Что это такое? Она им объяснила. Я не ожидал от неё. Во-первых, говорит, я так лечусь. Когда на тебя несётся КАМАЗ, то хромота и радикулит куда-то пропадают. А во-вторых, говорит, люблю пощекотать нервы. Но при этом заметим для объективности, что старость не радость. Это легенда, что у каждого возраста своей радости. Здесь больше проблем. У входа в магазин стояла старушка, едва опираясь на свои ходунки. Было заметно, что она расстроена. Люди её обступили. Что случилось, бабушка? Да вот. Даже неудобно говорить. Денежку взяла из дома. Хотела продукты купить. Ну вот. Потеряла. Её, естественно, начали успокаивать. Не надо так волноваться, нервничать. Деньги – это не главное. Деньги – это не главное. И вдруг все увидели, как ветер гонит по тротуару пятитысячную купюру. И все забыли про эту бабку. Погнались на перегонки за этой купюрой. Но каково же было всеобщее удивление, когда все увидели, что их обогнала бабка. Она ловко схватила пятитысячную, положила в карман и закричала. Деньги – это не главное, но пусть будут. Дедульки и бабульки не унывают у нас. И это замечательно. Это поколение никогда не унывало. В самые трудные времена. Дед подходит к прилавку рыбного отдела. Внучка, давай расскажи, что там, как сориентироваться. Ну, внучка переходит к своим прямым обязанностям. Вот дедульчка. Осетринка свежая, «Тунец, креветский королевский, стереатушка, семушка, черная икорка, красная икорка». Он ее обрывает. «Все, дочка, спасибо! Пошла слюна!» «Пойду домой, пирожок съем и на боковую». Этого деда, который так иронизирует над жизнью и над собой, не сломить. Нет. Вот она, загадочная русская душа. Иностранцам это не понять. И смех, и грех. Старушка собирала цветы на кладбище. Потом продавала. Такой вот у нее бизнес. Ой, продавала. Ну, стемнело, когда собирала. И вообще не заметила, как стемнело. Не заметила сзади свежевыротой могилы. И провалилась туда. Но что интересно, не испугалась. Вот так. Ничего, говорит. Придут, вытащат. Сама-то не может выйти. Там высоко для нее. Хорошо, говорит. Поесть захватила. Вытащила термосочек, бутербродик, налила стаканчик. Понимаешь? Сидит, закусывает. Сидит, закусывает. А тут двое шли. Ну, они-то ее не видят. А она-то их слышит. И один говорит, я бы выпил, да не из чего. Бабушка закричала, милок, возьми стаканчик. Стаканчик. Представляете, как они бежали, а? Надо сказать, что бабульки бывают разные. Вот самое типичное. Сидит бабушка у подъезда своего огромного дома. Всех знает. Все с ней здороваются, естественно. Ты попробуй с ней не поздороваться. Она про тебя все расскажет. И не только тебе. Все новости о себе узнаешь. Идет девушка симпатичная. Здравствуйте, Вера Степановна. Здравствуй, красавица. Кем работаешь? Я бухгалтером работаю. Хорошо живешь? Хорошо живу. Прошла красивая девушка. Вера Степановна ей вдогонку. Вот проститутка. Проститутка. Смотри, какую срамную юбку не цепила. Следующее. Как живешь? Где работаешь? Продавцом работаю. Она проходит. Вот проститутку. Как накрасилась. Третья идет девушка. Здравствуйте, Вера Степановна. Здравствуй, Светочка. Конфеточка. Как живешь? Молодечек, человечек. Хорошо живу. А кем работаешь? Проституткой. Проституткой. Вера Степановна отрисает челюсть. Чувствуется, что у нее в голове рвутся логические связи. Она не знает, что ответить. Что делаете? А Светочка-конфеточка еще продолжает, главное. Вот подучусь, хочу поступить на валютную проститутку. АПЛОДИСМЕНТЫ Вера Степановна отвезли в больницу с диагнозом «Левосторонний загиб мозга». АПЛОДИСМЕНТЫ Как говорится, молодость не без глупости, старость не без дурости. Что делать? Дедушка, ты веришь в любовь с первого взгляда? В моем возрасте внущих зрение подводит. Вот очки и ношу. Щупать надо! АПЛОДИСМЕНТЫ Как говорится, главное, ребята, перцем не стареть. Вот такой анекдот. Маньяк забегает в автобус, кричит, «Сейчас всех изнасильничаю!» Девушка говорит, «Вы хоть бабушек-то отпустите!» Бабки ей закричали в ответ, «Слышь, рот прикрой!» АПЛОДИСМЕНТЫ Но одну бабушку я никогда не забуду. Какая ирония у нее над собой. Когда человек может посмеяться над собой, это означает, что он сильный человек. Вот так я думаю. она простую вещь продавца спросила, «Сынок, рыбка у тебя свежая? Бабушка, но она еще живая». «Ну и что? Я вот тоже еще живая». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так вот. «Какой я вам к чертям пенсионер! Я толком не успел перебеситься. Как прежде вижу мир на свой манер. Он, птицы, машут крыльями и ситца. Мне мир хорош, к нему принадлежу от первого младенческого вздоха. А то, что я с усилием хожу, совсем не означает, что мне плохо». Какой-то мудрец сказал, «Жить надо так, чтобы в молодости быть все время пьяным от впечатлений и событий своей жизни, от старости, от похмельной памяти этих дней». АПЛОДИСМЕНТЫ Мы куплеты, как из пушки, выдаём не первый раз А куплеты, как частушки, бьют мне бровь, а прямо в глаз Да ты чё? Да я ничего, многим будет горячо Президент американский, как проснётся, так бубнит То про радость новых санкций, то про Крым и снова спит Да ты чё? Да я ничего, что поделать, старичок? Говорил, что есть машина, будет он катать меня Расписались, оказалось, обманулась очень я Да ты чё? Да я ничего, у него грузовичок Я с одной крутой девицей по бульвару погулял А когда поцеловались, тут же в обморок упал Да ты чё? Да я ничего, очень пахло табачо Даму сделали красоткой, докторам её хвала Ушки зайчьи у дамы, губки горного козла Да ты чё? Да я ничего, вместо носа пятачо Кто-то мне по телефону триста тысяч пообещал И все коды, что просил он, я ему продиктовал Да ты чё? Да я ничего, просто круглый дурачо Чим-то именем однажды муж во сне назвал меня Я решила отозваться и не пожалела я Да ты чё? Да я ничего, было очень горячо Я люблю свою работу, больше жизни спору нет Жаль меня, моя зарплата ненавидит много лет Да ты чё? Да я ничего, не растёт же, не почу Я так долго голодала, похудеть решив на спор Что к концу диеты стала точно суповой набор Да ты чё? Да я ничего, я теперь не шашлычо Домик наш одноэтажный, газ дадут нам через год ЖКХ на всякий случай с нас за газ уже дерёт Да ты чё? Да я ничего, и за лифт берёт ещё Если гриф уколы в попу, день другой и ты хорош К сожалению, этим местом новый вирус не прольмёшь Да ты чё? Да я ничего, отставляй давай плечо Там вас закачала в губы, модный ныне силикон Мужа раз поцеловала и пропал с концами он Да ты чё? Да я ничего, засосала как орчо Наши телесериалы, непростой от них душок Но зато под сериалы сплю я очень хорошо Да ты чё? Да я ничего, не разбудишь, не почу Хорошо поём куплеты, но пора наверняка Закругляться с этим делом Не Киркоров, я пока Да ты чё? Да я ничего Так и я не пугатёк Следующий Здравствуйте, здесь принимает семейный психолог Здравствуйте, да, это я Доктор, у меня проблема Я вас внимательно слушаю Я хочу прибить своего мужа Очень интересный случай Редкий Он вам изменяет? Нет Он вас бьёт? Нет Тогда почему? Сейчас вы сами всё поймёте Понимаете, доктор, я заслуженный филолог России Я пишу диссертацию на тему синонимы русского языка Уже восемь лет пишу Я очень умный, я знаю все синонимы русского языка А жена меня хочет прибить Из-за того, что я знаю все синонимы русского языка Ну вот видите, придурок Болван, дурак, идиот, баран, осёл, лопух, дятел, балбес, пень берёзовый, чепушила, полудурок, мой тесть Иван Семёнович Пожалуйста, заткнись Замолчи, замолкни, заглохни, затихни, умолкни, закрой хавальник, хоротрепаться, прикуси язык, прикрой варежку Понятно Ясно, очевидно, наверняка спору нет Без сомнения, однозначно, само собой, знамо дело Стоп! Остановитесь, прекратите, хватит, хорош, а сади, тормозни, ни шагу дальше, будя! И вот с этим человеком я живу Существую, проживаю, прибываю, тяну лямку Мать моя женщина! Кузёмина Галина Семёновна Овца, коза, корова, дурочка с переулочка, монстр в бегудях Доктор, что мне делать? Кто виноват? А судьи кто? Быть или не быть? Нафига козе баян? Прибью! Пристрелю, зарежу, шлёпну, уделаю Ложу в дубовый чемодан, помножу на ноль Это аутоиммунное Ау! Доктор, он замолчал! Это что, рецепт? Нет, это список слов, у которых нет синонимов Как только начнёт чудить Сразу же произносите вслух Аутоиммунное Ау... Ну что, пошли домой, умник? Умник, мудрец, интеллектуал, княжный червь, молоток, ботаник, Эйнштейн, мудрила Синхрофазотрон Синхрофазотрон Доктор работает! Действует, функционирует, на ходу, в процессе Хлорметилбутанозол Следующий Здравствуйте! Здравствуйте, доктор Какие у вас проблемы? Помогите, пожалуйста Я не могу понять свою жену Такое ощущение, что она что-то недоговаривает Мой муж порядочное СВО Слышали? СВО Вот и попробуй догадаться, что она имеет в виду СВО? Абсолютное СВО Когда я на работе Он дома, со всякими ШЛЮ ШЛЮ, говорит Доктор, кого она ШЛЁТ? Он с ними СПА СПА, слышали? Если она про массаж, то я её три раза уже на массаж водил А недавно я узнал, что у него есть ЛЮ Она из ЛЮ Из Люберец? Да Доктор, кто из Люберец? О чём она говорит? Это его ЛЮ Она БЛО Крашеная ССУ С большой насладной ГРУ Он её ЛЮ, а меня не ЛЮ Полный МУ Доктор, что такое МУ? Муж, мужественный, мудрец Одну минуту Это очень интересный случай Итак У вашего МУ Есть Лю И её зовут Лю И она из Лю И он с ней СПА Когда вы не до Абсолютно ВЕ И вот так каждый день СВО МУ КНУ СУ Что за ёпарасоты Есть один в их Какой? Заведите себе Лю У меня есть Мно? Четы О! Да вы просто шлю Ой, вы меня СМУ Запишите мой тел А вы меня второй раз СМУ Доктор О чём вы говорите? Переведите мне Вас это не коса Итак С вас за консульта Десять ты С ко? Десять ты А что так дорого? А что так дорого? Ну я же вам помог Доктор Вы совсем офигели Вы ничего не сделали Я буду жаловаться Доктор Я её понимаю Вы волшебник, доктор Дорогая Спасибо, доктор Иди домой Вы куда? С вас здесь и ты А моя Жди Жди Ну что за Лю Ну просто охрен Следующий Здравствуйте Здесь принимает психолог Здра Проходите Здравствуйте Проходите Какие у вас проблемы? Доктор Башка с бодуна Что делает? Трещит Раскалывается Вот и наш брак тоже Доктор Назовите Болезнь С которой ходит К проктологу Геморрой Вот и с нашими Отношениями тоже А почему вы так Странно разговариваете? Понимаете, доктор Мы с супругой Познакомились в клубе Любителей кроссвордов Мы уже 20 лет Так общаемся Ладно Внимание, вопрос Вы можете объяснить мне В чем ваша проблема? Доктор Назовите Самого дорогого Пушного зверька Но я не знаю Шиншилла Вот и наш брак тоже То есть Ваш брак шиншилла? Да Почему? Потому что Почти писец Так, я понял Попробую вам помочь Вы знаете Обычно все проблемы Начинаются С постели Скажите Вы Хороши в постели? Назовите Африканское животное Три буквы Лев Вот я в постели Почти такой Доктор Кто такой Шарль Перо? Великий сказочник Вот и мой муж Такой Сказочник Хорошо Расскажите пожалуйста Нам Что вас Мужи Не устраивает Пизанскую башню Видели? Видел Что она делает? Падает Вот и с мужем Каждый раз Италию вспоминаю А что означает Оценка двойка? Неудовлетворительно Вот Неудовлетворительно Двоечник он Ясно Лев Сказочник Двоечник Знаешь что милая Ты у меня тоже далеко Не Анжелина Джоли Доктор Что лежит в лесу Покрытым мхом? Бревно Вот И у меня в постели тоже Какой магазин рекламируют по телевизору? Семерочку Вот Семерочку А у моей жены Еле-еле двоечка Поняла милая Кто-то у меня Двоечница Неудовлетворительница В классе на стене Что висит? Доска Вот Поняла милая Доктор Парнокопытные Пять букв Первое О Олень Понял ты кто? Ах так Доктор Жена Барана Овца Поняла милая Роман Достоевского Идиот Понял Антоним Слово умная Дура Поняла Сама ты Сама ты Тихо тихо А ну-ка замолчали оба Внимание вопрос Что сделали дятлы с деревом? Задолбали Вот и вы меня тоже задолбали Скажите где королевич Елисей увидел свою невесту? В гробу Вот и я вас тоже там видел Так что мосты делают в Питере? Разводятся Вот и я вам советую тоже самое Доктор А вы не хотите вступить в наш клуб любителей кроссвордов? Внимание вопрос Что разрастается в огороде? Хрен Вот и вам тоже хрен Милая А все почему-то говорят Что мы с тобой дебилы А оказывается у нас не все так и плохо Доктор Спасибо вам Вы укрепили наши отношения Внимание Последний вопрос Что лесорубы делают с лесом? Валят Вот и вы Валите Отсюда Спасибо Доктор Танцуют все Если вдруг вас бесит жена То женой и детей вына На прием ко мне в кабинет И я дам отличный совет У меня советов не счесть Но пока любовь еще есть Все решим мы сразу и здесь Будете довольны Следующий Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как вы уже, наверное, заметили В нашем шоу нередко выступают и артисты цирка Сейчас перед вами выступит Артист Дмитрий Дубов Артист Росгосцирка Иллюзионист Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Дорогие друзья Сейчас мы расскажем вам историю про Кузю и Кузькину Матерь На свете жил Кузнечик Совсем как огуречек Совсем как огуречек Зелёненький он был Представьте себе, представьте себе Зелёненький он был А всё, что было дальше Мне автор сочинил Как-то утром мама Кузя в спаленку зашла Просыпайся, милый Уже утро, между прочим И сказала мама Я подарок принесла Это для тебя Надеюсь, будешь рад Ты очень Это кузнечик скрипка Музыки всей царица И ты на этой скрипке Будешь играть, учиться И скрипачом ты станешь Лучшим даю я слово Верю, затмишь в искусстве Ты самого крутого Все будут руки твои целовать Тебя покажут в хорошем кино Сам Спилаков с горя бросит играть И запулит свою скрипку в окно Мама, мамочка родная Не пойму я ты о чём Хоть крутого уважаю Я не хочу быть скрипачом А хочу, скажу я прямо Кузнецом, как папа стать И понять должна ты, мама Все же Кузькина ты мать Мама в ужасе глотает валидол Кузька милый Видно, ты с ума сошёл Кузнецом не дам тебе Стать нипочём Решено Ты будешь скрипачом А мамино слово дороже второго Теперь каждый день Ты будешь кузнечик Пиликать на скрипке Иначе ремень Чтоб кушать салями Мами, 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 мами Мами, господа, внимание Кузя прямо мачо Белый галстук фраг Лез до глухом мани Замер в ожидании И вдохнувший Кузя Заиграл, но как? Будто где-то скрипнула дверь Будто взвизгнул раненый зверь Будто тёща душит гуся Будто режет кум порося От звуков этих тяжких Сбежали все букашки И даже таракашки Исчезли без следа Победный чебурашка Известный симпатяшка От звуков кузи Стал как чигурта Три разнилами Тридцать три коровы Подошли послушать Думали эфир Тридцать три коровы Молоко добавили А теперь пошёл один кефир Бабочку, бабочку, бабочку старушку Что на веточке жила Увезли в психушку Она выдала на фуга всех крепко Если кузя скрипач Значит я не трепка Соловей, ну соловей Чтоб ты не пиликал Слышу я налей Даже батя не выдержав этого К стрекозе недослушав ушёл Он теперь после кузиной музыки Не кузнец, а уже стрекозёл Гастрый козёл Гастрый козёл Но ты меня, сынок, довёл От звуков этой скрипки Подохли все улитки Противно! Эх, жизнь моя жестянка А ну её в болото А да, все в лесу кричат провал А да, не плачьте пташечки И таракашечки А да, хреново мачо наш играл И вот он сказочный провал 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 А да, а да Я поднимаю свой бокал За свой провал полезный очень И кузнецом я как мечтал Буквально стану с этой ночи И сразу в жизни у меня Наступит светлая полоска А скрипка, мама, мне нужна Как разымбауму расчёска Если к чему-то не тянет тебя Не берись за это, подумай хорошо Мамаша хотела врачом, что встал я Но я устоял, в артисты я пошёл Хорошо, что я не стал врачом Я так бы налечил, уж вы поверьте Хорошо, иначе бы ни почём Не встретились мы с вами на концерте Ой, на концерте Короче, я вас спас от верной смерти Это хорошо! Пока нет денег и красят И все, все, все Кто украшал с собой и крал Все, 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 все Кто в этот вечер с нами был Нам настроение дарил Кто развлекал нас и шутил А также белый говорил И декорации носил И вот Евгений Петросян И все, все, все Пакует шутки в чемодан Все, 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 все Он смех всегда берёт с собой Прощаясь, машет нам рукой До встречи, зритель дорогой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин